Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Amarkets с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе, включая выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на закрытии торговой недели нас ожидает еще один блок макроэкономической статистики из США. В 13.30 по GMT выйдут данные по личным доходам, личным расходам. После этого в 15.00 по GMT мы сможем проанализировать отчет потребительских настроений от Мичиганского университета. Это еще дополнительные акценты на общее состояние американской экономики и нам возможность поразмышлять, опять же, на этих выходных, какое решение американский регулятор может принять по процентной ставке и, что сказать, относительно будущих перспектив изменения монетарной политики уже на последующие месяцы этого года. Следующая неделя, заранее вас предупреждаю, друзья, будет крайне насыщенной на события, будет точно волатильность зашкаливать. В следующей неделе заседание Федрезерва, заседание Европейского центрального банка, заседание Банка Англии. Мы, кстати, на фунт давно уже не обращали внимания, я думаю, что как раз под стать такому событию можно будет добавить и британскую валюту в наш инвестиционный портфель. Также на следующей неделе состоится заседание ОПЕК, на котором снова обсудят текущее состояние рынка нефти и будут приняты решения относительно уже новых уровней нефтедобычи. Хотя я думаю, что, конечно же, корректировок на текущем этапе точно не будет. И на следующей неделе вступает в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов из России. Эту тему мы уже ранее разбирали. Конечно же, это потенциальный риск для всего рынка нефти в плане глобального предложения, которое сильно сократится. И, по идее, для котировок в ренте WTI такое решение может стать дополнительным триггером для усиления восходящей динамики. Давайте начнем сегодня с индекса доллара, который котируется на отметке 101.74. Это, конечно же, не минимальный уровень, который мы видели буквально накануне. Но и нельзя сказать, что индекс доллара смог прям уверенно восстановиться. Хотя вчерашний блок данных, который мы ждали, это неплохие отчеты. ВВП за четвертый квартал, первичные заявки на пособие по близобойце, заказан товар длительного пользования, декабрьская статистика. Все эти релизы превзошли ожидания экспертов. Фактически, экономическое расширение, то есть рост экономики США в четвертом квартале, составил 2,9%. Это ниже, чем было в третьем квартале, когда экономика выросла на 3,2%. Но прогнозы экспертов предполагали, что разница в этих показателях будет более существенной. Поэтому по факту цифра вышла лучше. Первичные заявки на пособие по безработице. Рост на 186 тысяч. Но, наверное, надеюсь, вы помните, что если показатель ниже 200 тысяч, это точно свидетельство того, что рынок Этурда прогрессирует. Сейчас у нас как раз недельный показатель, который находится под этой планкой. Заказан товар длительного пользования, рост сразу на 5,6%. Очень сильно контрастирует этот релиз с показателем двухмесячной давности, когда мы наблюдали за спадом на 1,7%. Какой вывод нужно сделать из хороших макроэкономических данных? Ну, как минимум, то, что интрига сохраняется. И Федрезерва на следующей неделе, на заседании с 31 января по 1 февраля, если бы плохие данные, можно было бы допустить, что очень многое будет сказано относительно того, что экономические условия ухудшаются. И из этого те, кто хотел еще активнее дальше продавать доллар, в этом бы во всем нашли намек на то, что американский регулятор посылает сигналы того, что он вовсе скоро откажется от жесткой монетарной политики. Но сейчас цифры хорошие, макроэкономические, поэтому эта статистика добавит Федрезерву больше уверенности на пресс-конференции. И, может быть, друзья, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что индекс доллара точно должен вернуться к локальным максимумам, прежде чем уйти на развитие уже полноценного медвежьего ралли. Я очень надеюсь на то, что ФРС все-таки будет и дальше придерживаться жесткой риторики и сохранит вот эту установку обязательной, активной борьбы с высокой инфляцией, жесткой монетарной политикой и намерением и дальше повышать ключевую процентную ставку. Февраль-март, напоминаю, что это два решения по росту ставки как минимум на 25 байсных пунктов, хотя некоторое время назад я себя поместил в лагерь тех трейдеров, которые, это меньшинство, безусловно, считают, что на февральском заседании, то есть на заседании на следующей неделе американский регулятор может взять и повысить ставку на 50 байсных пунктов. Я сторонник того, что индекс доллара все-таки восстановится, поэтому напоминаю вам, что лично в своем портфеле индекс доллара у меня находится в длинных позициях, но это не дает мне возможности и не лишает мне возможности, скажем так, локально торговать, спекулировать краткосрочной динамикой по тем инструментам, где я вижу хороший потенциал. Вот, к примеру, это пара евро-доллар, которая сейчас на отметке 1.0866. Как минимум до заседания Федрезерва в среду, когда будут оглашены итоги, я, пожалуй, не откажусь от длинных позиций по евро, буду дальше держать, тем более, что сейчас попутным ветром для европейской валюты также выступает еще идея того, что ГИЦБ будет опережать американский регулятор в темпах повышения процентной ставки. Это и есть контраст монетарных политик. Сильная статистика, индекс рыночных настроений. Все это за то, чтобы евро пока локально пользовался спросом. Пара доллар-канадец. Мы не отказались от длинных позиций по канадцу, то есть от продаж данной валютной пары. Мы правильно сделали, сейчас котировки уже 1.3336, и мы видим то, что нефть серьезно поддерживает канадский доллар. Поэтому ждем уровень 1.32. Допускаю, что еще не недельку потерпим, друзья, и будет достигнут этот целевой ориентир. Золото 1921 доллара за тройскую унцию. Мы в последней неделе всегда говорили про индекс рыночных настроений, про серьезный перекос продавцов и покупателей. Сейчас на рынке практически баланс. И, может быть, это как раз уже является следствием того, что рынок занял выжидательную позицию перед заседанием Федрезерва. Но я пока что золото сохраняю как лонговую сделку, потому что считаю, что сопротивление 1950 вполне может быть протестировано также до заседания американского регулятора именно на таком импульсном движении. Тем более, что золото пользуется спросом на фоне сохраняющегося на рынке оптимизма из-за того, что доллар, в принципе, вяло себя ведет и периодически даже обновляет локальные минимумы. Это оказывает поддержку рынку драгоценных металлов. Большая ставка на Китай, который вытащит все сырьевые активы. Золото – это тоже сырьевой инструмент. Если последние несколько лет потребление драгоценных металлов и ювелирных изделий в Китае существенно сокращалось, то после открытия границ и снятия отмены всех антиковидных ограничений у этого рынка может появиться дополнительный буст. Я верю в то, что золото обновит новые локальные максимумы. Так, еще что касается рынка нефти – 87,64. Сейчас цель по-прежнему 90 долларов за баррель. В следующей неделе заседание ОПЕК. Послушаем, что решат представители энергетического пакта. Пока что также в качестве позитивного фона – это восстановление китайской экономики и надежда на то, что Китай не избавит от оборота. Запасы нефти, которые вышли на этой неделе, даже в росте запасов участники рынка нашли больше позитива, потому что на этой неделе запасы выросли, если делать отсылку на отчет администрации энергетической информации, всего лишь на 500 тысяч баррелей. Это вдвое ниже, чем прогнозировали эксперты, и многократно ниже, чем показатель двухнедельной давности, когда запасы выросли на 8 миллионов. И в этом как раз многие видят признак того, что спрос на нефтепродукты, на нефть постепенно начинает восстанавливаться. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!